Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова За весь прошлый год состояние кремлевских богачей выросло на 50 миллиардов долларов. А буквально за первый месяц нынешнего года, по подсчетам кремлевских СМИ, которые ссылаются на данный Bloomberg, путинские карманные бизнесмены увеличили свое состояние на почти 8 миллиардов долларов. С начала года основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов заработал 2 миллиарда 140 миллионов долларов. Его состояние оценивается в 23 миллиарда долларов. Доходы председателя Совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличились на 1 миллиард 350 миллионов. Состояние составило 25 миллиардов 300 миллионов. Наживаются на войне, конечно, те бизнесмены, чьи предприятия работают с военными заводами. Так «Северсталь» Мордашова производит металл на броню для военной техники. Его сталь может использоваться для БТРов и бронированных машин. А отдельные марки металлопроката в системах залпового огня. «Действительно есть сферы в экономике, которые не испытывают трудности. Это, прежде всего, военно-промышленный комплекс и строительство. В строительстве там больших проблем нет. Есть проблемы в таких отраслях, как образование, здравоохранение, наука, сельское хозяйство». Параллельно новостям о богатстве путинских дружков, кремлевские медиа разносят слова российского диктатора о том, что доходы россиян выросли. Вот только на самом деле такие выводы Путин может озвучивать лишь благодаря манипуляциям со статистикой. «Потому что они неправильно оценивают инфляцию, рост цен. Они оценивают инфляции на уровне 6%, реально она в районе 20%. И по путински доходы граждан выросли на 6-7%, реально они упали на 2-3%. И пока Путин и его прихвостни рассказывают сказки о том, как все благополучно в стране изгои, очевидно имея в виду лишь свое окружение, средний гражданин РФ сталкивается с постоянным серьезным подорожанием всего – продуктов, услуг. Это медицинский факт. Можно спросить любого, скажу, непринадлежащего элите гражданина, и он скажет, да, я получаю меньше, жить стало труднее, цены нарастут очень сильно. И не только на яйца и курятину, на медицинские услуги, на все. На все цены растут очень сильно». В немногочисленных опросах россияне не скрывают – их доходы почти не растут. Изменился ли ваш доход за последнее время? «Нет, не изменился. Если не считать прибавление к пенсии, которая ничего не сыграла. 400 рублей, даже меньше». «Нет». «Нет, конечно. Почему?» «Потому что у нас исчезли люди, которые не сдались ни профессии, скажем так». «Да нет, конечно, пенсионеры, за счет чего увеличится». «Ваши доходы выросли за последнее время?» «Да». «Почему?» «У меня две работы». А вот стоимость необходимых продуктов, обязательных платежей серьезно возросла. По крайней мере, большинство ощущает сильный рост цен. «Конечно, значительный. И на товары, и на квартплату». «Естественно. Что я особенное, что ли?» «Да, рост цен ощущается, но незначительно». «Да, особенно на яйца». «Приходится подешевле что-то покупать». «Ужимаемся потихонечку. Просто количество стало меньше. Оно, может быть, и не исчезло. Ну, рыбу вон по три тысячи. Извините, подвиньтесь». В итоге среднестатистический россиянин из-за войны и антивоенных санкций стал жить беднее. А вот приближенные к Путину бизнесмены продолжают богатеть. «Это страна, где несправедливость самая большая в мире. То есть, там, один процент богатых контролируют и получают 90% богатства. И наоборот. То есть, это страна контрастов, и война только усиливает эти контрасты. Она делает бедных еще более бедными, а богатых еще более богатыми. Это неустойчивое положение. Такие страны долго не живут. Это хрупкие. Хрупкость власти очень большая. И ждем триггера».